А прямо сейчас рубрика информационной безопасности. Сегодня мы поговорим о том, как обезопасить ребенка в сети интернет, особенно в период летних каникул. Сегодня у нас в студии Мария Шпилевич, внештатный тренер по наставничеству Владимирского института развития и образования. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами встречались ровно год назад в этой рубрике. Вот что в тенденциях информационной безопасности в этом поле изменилось? Я много общаюсь с детьми и наблюдаю в том числе и за своими детьми. У меня детей в семье много, 6 человек. И я вижу изменения интересов, которые появились у детей в течение этого года. Произошло много событий в нашей стране. И дети раньше интересовались и сами выкладывали короткие ролики или какие-то видео в более открытых социальных сетях, которые можно было посмотреть любому желающему. Здесь у нас в России. После того, как некоторые социальные сети закрылись, это две самые известные популярные сети, я думаю, все знают, как они называются. Ныне они запрещены в России. В России, то дети стали записывать себя, свои какие-то маленькие видео в других мессенджерах, более закрытых. Например, в Телеграм, когда они создают небольшую группу и там для своих друзей выкладывают короткие видео или делятся какими-то новостями. То есть раньше это было более широко, и родитель тоже мог там подсмотреть, что выкладывает мой ребенок. Сейчас это стало более закрыто. Второй интерес, который проявился и тоже он влияет на безопасность наших детей в сети интернет, это содержание контента, который они смотрят. Сейчас очень популярны стали такие видео, когда, например, транслируется какой-то фильм или транслируется какая-то видеоигра, и параллельно в маленьком квадратном окошечке сидит комментатор, который смотрит просто этот фильм. Там нет никакой смысловой нагрузки. Он смотрит и говорит, мне нравится, как ответил этот герой, или мне не нравится, как повел себя этот герой. И называется стрим. И эти дети буквально залипают и смотрят эти стримы. Ну, для меня, как для взрослого человека, никакой смысловой нагрузки нет, но это очень сильно популярно. И это очень длительные, огромные, длинные стримы. Они пожирают огромное количество времени у детей, ну, взамен того, чтобы заняться там теми же прогулками или еще чем-нибудь. Вот такие вот две прям очень большие тенденции стало заметно. И дети младшего возраста, например, лет до 10-11, сейчас очень пристрастились к коротким видео. То есть, если более старшие дети, они залипают на стримах, простите меня за такое слово, да, то дети помладше, они интересуются очень короткими видео. И эти короткие видео им нравятся, потому что они даже не могут удержать долго внимания, глядя на какой-то сюжет, например, да, или там что-то интересное, какое-то видео посмотреть. Им неинтересно. Они уже привыкли к тому, чтобы потреблять вот эту информацию очень маленькими кусочками. Если с первой секунды неинтересно, они смотреть не будут. И буквально вот так листают, листают, листают вот эти короткие, 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 прикороткие видео. Но вот это листание может быть бесконечным. Конечно. Оттуда очень сложно уже вынуть ребенка. Это легкий дофамин, как говорят психологи, когда мозг получает свою порцию такого виртуального счастья, и взамен этого виртуального счастья он, ну, как бы ничего не делает, ему напрягаться не надо. Поэтому к этому очень легко привыкнуть. Ну, и, кстати, за взрослыми тоже такое наблюдается. Да. Тем не менее, хотя такие известные соцсети в настоящий момент стали запрещенными, и дети там тоже бывают. Вот как они туда попадают? Существует очень много среди молодежи разных схем, как попасть в запрещенные сети. Самый популярный способ – это всем известный VPN-сервис, когда можно скачать не один, а несколько VPN-ов. И, знаете, это как я, например, отправляю письмо из города Владимира, ну, например, на Сахалин, да, и там ясно стоит отправитель, что это город Владимир, письмо идет на Сахалин. А если у человека появляется VPN, это значит, что он отправляет из города Владимира, но штамп письма указан, что отправляют, например, из Хельсинки на Сахалин. И вот такие сервисы, они позволяют детям скачивать социальные сети, мессенджеры или какие-то другие приложения, которые запрещены в России. И за этим тоже нужно следить, или, по крайней мере, если дети взрослые, как-то этот момент очень обговаривать. Еще один очень важный и очень тонкий момент, который дети используют, и родители просто так об этом никогда в жизни не смогли бы догадаться ни при каких обстоятельствах. Есть такая штука, которая называется двойной экран телефона. Что это означает? Например, ребенок сидит в телефоне, мама подходит и говорит, «Ну-ка, покажи мне, что ты там делаешь?» И он совершенно с чистой совестью показывает, что у него на телефоне открыта таблица умножения или шахматы, и он весь такой добросовестный, да, образцовый. «Мама, я играю в шахматы». Мама со спокойной душой отходит от ребенка и не переживает. Пусть он играет в этих шахматах, хоть там 2-3 часа. Но на самом деле ребенок показывает маме фальшивый экран телефона. И когда мама отходит от него, ребенок вводит определенный пароль, или там делает несколько свайпов, и переходит на реальные приложения, в реальный свой экран, в котором он может делать все, что ему заблагорассудится. Такие хитрые дети есть. И для того, чтобы вычислить, есть ли у ребенка второй экран, телефон нужно показать программисту. То есть это можно сделать в любом сервисном центре, который ремонтирует телефоны, забрав у ребенка телефон на ремонт, например, или сказать, что ты глючит, давай покажем, и спросить, ну, показать там, есть ли второй экран или нет второго экрана в телефоне. Либо, может быть, кто знакомый, есть сосед-программист, который может посмотреть, есть ли у ребенка второй экран. Но я считаю, что если маме или папе кажется, что что-то происходит, то чаще всего это не кажется. И лучше подстраховаться и проверить, действительно ли ребёнок занимается тем, что он показывает на экране своего телефона. Так что будьте внимательны. Вообще поверить на слово ребёнку. Вот что ты сейчас смотришь, что ты там листаешь. Я там смотрю себе в магазине новый самокат или ещё что-то. Вот эта степень доверия. Потому что каждый раз вынимать из рук телефон и выхватывать, это тоже такое своего рода недоверие ребёнку. И она это тоже чувствует. Как здесь вот эта грань не переступить, не пережать? Ну мы сейчас с вами заходим, Анна, на тонкий лёд, потому что тема очень сложная. И я абсолютно не верю в то, что в какой-то одномоментный, односекундный период возникает вот это дичайшее, жуткое раздражение или конфликт между родителями и детьми. Там в подростковом возрасте раз и всё в семейных отношениях пропало доверие, всё сломалось. Так бывает редко. Ну, наверное, бывает, но очень редко. Это доверие строится ведь с самого младшего возраста, с самого раннего возраста, когда ребёнок взял конфету, которую ему нельзя, потому что у него аллергия, но он очень хочет, и он никогда в жизни не хочет признаться, что он съел эту конфету. Вот с этих маленьких-маленьких разговоров с младшего возраста устанавливается доверие, и его нужно сохранять до каких-то уже взрослых лет. И объяснять ребёнку, что родительский контроль, даже когда дети бунтуют и говорят, хватит меня контролировать, я взрослый человек, и они распушают крылья, они все такие уже большие молодцы. Стоит обратить, вернее, даже можно чётко сказать ребёнку о том, что есть моменты, когда ты не можешь отличить важные вещи от неважных, опасные вещи от безопасных. Поэтому большую часть жизни я тебе даю все карты в руки, ты действуешь самостоятельно, но есть моменты, когда мне необходимо как родителю всё-таки как-то проверить и проконтролировать, действительно ли ты в безопасности находишься, действительно ли ты делаешь важные вещи, которые для тебя сейчас необходимы. Такие разговоры очень настраивают детей на то, что они сами себе задают вопросы. Это сейчас для меня важно, это для меня безопасно. И даже если они делают вид, что они вас не слышат, поверьте, они слышат, запоминают и со временем, конечно. Как убедительно сказать взрослому, что хватит на сегодня зависания в интернете? Есть, конечно, сервисы, которые ограничивают интернет-трафик, но тем не менее, хочется же быть не деспотом, а всё-таки хорошим родителем. Это мне напоминает тоже такую сложную ситуацию, когда очень хочется быть хорошим родителем, и из ребёнка делают некого идола, и боятся к этому идолу подойти, потому что сейчас идол разгневается, и накажут вдруг этого родителя, и он в своих собственных глазах вдруг перестанет быть добрым. Я прошу прощения за моё непопулярное мнение, но время общения с телефоном и интернетом у ребёнка должно быть установлено и ограничено в тот момент, когда вы ему этот телефон подарили. Вот вы подарили и сразу договорились. Если ребёнку не хватает, времени не хватает поиграть в телефоне, и он начинает сильно бунтовать, есть прекрасный способ, который называется «давай передоговоримся». Если ребёнок зависает, это как раз именно та ситуация, ему времени не хватает, тогда вы его подзываете и говорите «давай передоговоримся». У нас был договор, например, на три часа, я вижу, что тебе не хватает. Предлагаю два, перерыв, и потом ещё два часа. Там суммарно у тебя будет четыре часа, это достаточно приличное время. То есть нужно передоговориться. Ещё хороший всем известный способ для того, чтобы, допустим, вы отнимаете телефон, хватит зависать, давай телефон сюда. А что он будет делать без телефона? Чем ему заняться? То есть ему надо дело какое-то поручить. Может быть, это будет домашняя обязанность. Пойдём со мной в магазин. Знаете, что потом происходит? Мам, мне скучно. Мам, чем заняться? Мне скучно. Это как раз говорит о том, что вот эта ломка без телефона, вот она, пожалуйста. Да, её нужно, если есть у мамы терпение, если есть настрой, нужно 15-20 минут просто посмотреть на скучающего ребёнка. Я вас уверяю, через 15-20 минут они обязательно найдут все занятия. Не поддаваться на провокации. Нет. Ну и в целом, резюмируя сегодняшний наш разговор в рубке на первом плане, да, рекомендации родителям. Я бы хотела привести пример, если у нас есть время, и дать одну такую главную рекомендацию. За этот год у меня было несколько разговоров с моими друзьями, которые обучают своих детей за границей, в России, в самых лучших школах. И хотят им дать всё самое лучшее, лучшее образование и большие перспективы. И они говорят о том, что как только речь идёт о больших целях в жизни ребёнка, то в этих лучших школах не допускается использование телефона вообще. То есть когда ребёнок приходит в школу, он не пользуется там телефоном. Когда ребёнок приходит домой, то ему задают домашнее задание, и он может пользоваться компьютером, планшетом и телефоном только внутри той школьной программы, которая разрешена. А вот так направо-налево сидеть в телефоне, серьёзные дети, которые хотят больших результатов достичь, они не будут. Это уже не принято, это уже не модно, и это действительно не просто же так появилось. То есть люди пришли к пониманию, что бесцельное или просто праздное времяпрепровождение в телефоне или интернете, оно ни к чему не приведёт. И моя самая главная такая идея, которую бы я хотела донести до родителей и до взрослых людей при использовании телефонов, интернетов, это проговаривание какой-то цели, когда вы вручаете ребёнку телефон. Да, время ограничено, а цель для чего? Я буду играть, отлично, цель какая? Я хочу расслабиться, прекрасно, расслабься. А сколько ты будешь расслабляться? Час. Окей, у тебя остался ещё один, например, час. Ну, то есть этот час с какой целью будет проведён в телефоне? Проведи его, ну цель-то какая? Поначалу детям сложно формулировать цели, и родители должны обязательно помочь. Но если в вашей семье постоянно будут говориться о том, для чего я полез в телефон, то это снизит очень сильно и зависимость от телефона, и попадание в ненужные ситуации. Потому что ребёнок будет понимать, а для чего я сейчас это смотрю. А для чего в интернете? Да, вот с таким вопросом нужно подходить и родителям к детям, и думаю, что и родителям самим себе тоже задать этот вопрос, чтобы быть примером для подражания. Сегодня у нас в студии была многодетная мама, внештатный тренер по наставничеству Владимирского института развития и образования Мария Шпилевич. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...